Ради этого видео мне пришлось перелопатить половину интернета. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Несколько дней назад долг США вырос до 27 триллионов долларов. ФРС США в это же время накачала экономику очередными напечатанными деньгами. 9 триллионов долларов с сентября этого года. Астрономические цифры за такой короткий период времени. Финансовое стимулирование экономики просто откладывает принятие реальности на короткий период времени. И сегодня я очень рад, что люди наконец начинают прозревать. Об этом я снял целый ряд видеороликов, которые связаны между собой одной единственной идеей. Обязательно посмотрите их по ссылкам в описании. Кстати, ваша поддержка моих видео крайне мною приветствуется, ведь это наше общее дело нести криптовалютную революцию в массы. Буду рад вашему лайку, давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео. Украинский национальный банк напечатал 60 миллиардов гривен в августе, и никто почти об этом не говорит. Это богатство, которым мы не владеем и никогда не будем. Это только раздувание нашего долга перед будущим. Когда этот карточный домик начнет рассыпаться, это будет очень больно. Объясню вкратце, миллиарды долларов, вложенные в облигации внутреннего займа, так или иначе будут выводиться из страны, фиксируя прибыли. Тогда валютная масса будет стремительно уменьшаться, а напечатанные гривны, наоборот, увеличат массу национальной валюты, что приведет к дефициту доллара и профициту гривен, и как следствие подорожание доллара просто неизбежно. Ситуация в Соединенных Штатах куда масштабнее. Тем не менее, рынок как будто бы в эйфории, растет впереди собственной головы, а акции фармацевтических компаний бьют рекорды стоимости. Например, акции биотехнологической компании Regiran растут на новостях, что именно их лекарствами Дональд Трамп обязан своему выздоровлению. Все это звучит как гениальный план, чтобы зарабатывать на больших фармакомпаниях. Похоже на глобальное мошенничество с целью заработка. Фондовый рынок это не экономика. Экономика это средний класс. И средний класс сегодня держится на последних вздохах. В конце концов, однажды разрыв между состоянием реальной экономики и рынками начнет сокращаться. И когда это случится, вы обязаны быть готовыми. Будущее американской экономики выглядит не так радужно, как и в июне, исходя из опроса экономистов, результаты которого опубликовали в понедельник. Хотя ожидается, что рост продолжится, группа из 52 экономистов понизила свой прогноз темпов роста на последние три месяца этого года и на 2021 год. Об этом сообщает Национальная ассоциация экономики бизнеса, крупнейшая международная ассоциация экономистов всего мира. Они понизили свой прогноз роста для октября-декабря с 6,8 до 4,9% годовых. На самом деле, этот прогноз является просто мечтой. Ведь мы находимся в тупике на этой дороге, и единственной надеждой остается разворот, вдохновленный, наконец, принятием реальности. Как, блин, можно расти без спроса, когда вокруг растет только количество безработных? Возможно, даже нулевая стабильность и то будет лучше, чем то, что может ожидать экономику в условиях второй волны. Всемирный банк говорит, что мы находимся в глубокой рецессии в исторических масштабах, а еврорепортер пишет, что США может потянуть мир во вторую Великую депрессию. Некоторые штаты требуют мультитриллионные вливания долларовой помощи. Отели, рестораны, аэролинии снова находятся под угрозой полного разрушения в следующие несколько месяцев. Согласно последнему исследованию Национальной Федерации Независимого Бизнеса, 71% малых предприятий полностью исчерпали предоставленную финансовую помощь. По данным Yelp, веб-сайта для поиска услуг в сфере ресторанов, медицины, баров, салонов красоты и так далее, более 90 тысяч малых предприятий за период с марта по август навсегда закрылись. Согласно опросу американской финансовой компании American Express, 62% предприятий сообщили о том, что им необходимо срочно вернуть потребительские расходы до уровней, которые были перед пандемией, чтобы остаться в бизнесе. В противном случае им придется закрыться. На этих предприятиях работает около 68 миллионов американцев. Следующими под удар могут попасть банки, коммерческая недвижимость и сектор энергетики. Тем временем правительство говорит о лучшем восстановлении экономики за всю историю страны. Если перевернуть это V-образное восстановление вверх тормашками, то, скорее всего, они говорят правду. 2021 год станет годом масштабных банкротств. Например, сеть GNS планирует закрыть 1200 магазинов из 5800 существующих по всей территории США. А это сокращение на 20%, что является ужасающей цифрой, по словам директора Стифель Майкла Коллендера. На этом фоне правительство собирается напечатать еще 9 триллионов долларов. Столько денег они не напечатали за два века с 1776 по 1990 годы. Просто безумие какое-то. Но хуже всего, что они печатают деньги просто, чтобы выжить. Фактически, мы навешиваем огромные тяжелые мешки на плечи кредитных карт наших детей, что, собственно, и есть причиной рекордного роста фондового рынка. Причем это происходит не только сейчас. Так происходит все предыдущие 10 лет самого длинного в истории США бычьего фондового рынка. Когда в январе вернется благоразумие, у президента не останется других вариантов, кроме как попросить граждан затянуть пояса и пойти на уступки, прежде всего, перед самим собой. Придется затянуть пояса, но никто этого не хочет делать. Миллионы, возможно, потеряют платежеспособность уже в октябре. Это исходит из расследования, проведенного CNBC. Что делать, если в списке на выселение окажемся и мы? Так что инвестируйте только в то, что, по вашему мнению, защитит вас и ваши сбережения. Вас защитят вода, еда, кровь, лояльные друзья. Ваши инвестиции защитят активы безопасной гавани. Для меня это золото и биткоин. Вот что я в первую очередь обеспечиваю для себя, своей семьи и своих сбережений. На самом деле, без шуток, мы живем в совершенно другом обществе, наполненном конфликтами, ненавистью и огромным контрастом достатка. Я могу заметить дырявый, насквозь гнилой Жигули, а рядом с ним будет стоять шикарный, дорогущий Астон Мартин. Смогут ли пережившие сегодня развал пирамиды фиатных традиционных денег доверять новой фиатной валюте, обеспеченной ничем, кроме пустых правительственных обещаний? Запаситесь и держите ушки на макушке. Вы должны быть уверены, что сможете прожить, даже будучи безработными. Тем временем продолжаются массовые увольнения. Вторая по размеру сеть кинотеатров в мире, чьи экраны размещены в Великобритании, США, Ирландии, Польше, Болгарии, Румынии и других странах, готовится сократить 45 тысяч рабочих мест, закрыв некоторую часть своих кинотеатров. Добавьте к этому еще 40 тысяч увольнений в аэрокомпаниях. Зомби-компаний становится все больше. Театры станут вишенкой на этом торте. В любом случае, думаю, кинотеатры так или иначе уже уходили в прошлое. Сегодня все смотрят фильмы на своих 50-ти и 70-ти дюймовых экранах дома. А Голливуд сегодня только и думает, что о деньгах, а не о искусстве. Теперь у нас ремейк за ремейком и новый супергерой вместо старого. Оригинальный синема-контент — это денежные риски, поэтому снимают только проверенные кошельками сценарии. Видимо, они заслуживают то, что с ними происходит сейчас. Кто вообще сегодня ходит в кинотеатры? Тем более, что сейчас даже попкорн не поешь из-за маски на все лицо. Очевидно, массовые увольнения в огромных компаниях, которые связаны с аэропередвижениями и кинотеатрами, указывают на то, что они борются с тем, чтобы не объявить себя банкротами сразу. Их примеру следует множество отелей и ресторанов. К этому ведет и кризис неплатежеспособности, и кризис ликвидности. Кстати, насчет кризиса ликвидности, ну никак не мог не упомянуть технологию ODL от Ripple — On Demand Liquidity. Она как раз-таки этот кризис и решает. Очень много причин указывает на то, что многие просто не смогут выжить и вернуться к нормальной допандемической деятельности, когда стабильность и рост экономики вернутся. Индустрия кино, туризма, круизов и путешествий никогда не станет прежней. Как я сегодня уже говорил, более 90 тысяч предприятий и компаний уже закрылись навсегда, а 62% из оставшихся заявили о риске последовать за закрытыми коллегами. Незаметно для всех локально происходят катастрофы в экономике. Крупнейшая ресторанная компания в Америке, NPC International, объявила себя банкротом. Сеть ресторанов Subways умоляет о помощи, магазины закрывают, франчайзи разоряются, всё, что мы получаем — это тараканы. Всё это очень серьёзно. Бургер Кинг планирует закрыть сотни своих ресторанов. Происходит незамеченная многими катастрофа, которая будет весить очень много для экономики потребления. Это давно зрело, ведь даже самая жирная компания не может долго голодать, в кавычках. Я прошёлся только по тем событиям, которые регистрируют СМИ. Но вы не поверите, как много малых бизнесов и предприятий уже закрылось, и это даже не освещают. А те предприятия, которые живут за счёт лёгких денег из пакетов финансовой помощи, думают, что протянут это время и смогут зарабатывать такие деньги, которые никогда в своей жизни не зарабатывали, даже до пандемии. По факту, они спасают неспасаемое. И именно поэтому этой зимой мы можем увидеть рецессию эпических масштабов. Что произойдёт, когда мир уйдёт на второй локдаун? Бизнесмены говорят, что их бизнесы этого уже не переживут. V-образного восстановления экономики, как видно, нет. Хотя правительство и говорит нам о нём. Восстановление резко затормозилось, и этой зимой множество малых бизнесов имеют большие шансы не перейти в 2021 год, после долгих месяцев с низким спросом и небольшим количеством клиентов. Я вижу, что фондовый рынок оптимистично настроен, но не по отношению к экономике, а по отношению к мерам финансовой стимуляции экономики. Это просто красивая иллюзия. До тех пор, пока баланс между капиталом и трудом в компаниях не будет сбалансирован, система будет следовать к своему краху. ФРС бросает триллионы долларов, чтобы спасти своих владельцев с Уолл-стрит, но обычные улицы никак не получат даже несколько долларов из-за бесконечных дебатов в Конгрессе. У меня есть более подробное видео об этом, оно набрало почти 200 тысяч просмотров и 11,5 тысяч лайков. Это рекорд моего канала. Рекомендую вам его посмотреть, ссылка в описании. Правительства, которые перераспределяют богатства и регулируют нашу повседневную жизнь, сказочно коррумпированы. И посмотрите, к чему это привело. Разрыв между богатыми фантастический практически во всех странах, в том числе и в России и Китае, в которых за последние 10 лет этот показатель резко взлетел до небес. И все это с подачи нескольких жадных глобальных игроков. Обычный человек всего лишь хочет справедливой награды за свои исследования, за свою честную работу и за свою отдачу своему делу. Деньги – ключ к достижению этой цели. Но независимо от того, что это за деньги, какая это валюта, доллар, евро, гривна или рубль, как только эта валюта становится коррумпированной, то и общество, которое полагается на нее, тоже становится. А мы уже с десяток лет живем коррумпированной монетарной политикой, которая используется глобальными элитами для высасывания богатства из страданий обычных людей. Есть труд и есть капитал. И если между теми, кто предоставляет услуги труда и теми, кто удерживает капитал, не возникает баланса, получается только один результат – конфликт. Капитализм еще может спастись, если найдет лучшие способы работать. Ниже стоимость, ниже налоги, меньше правительственного вмешательства, инвестиции, связь со всем миром через интернет. Как итог? Никаких протестов. Результат – счастливые и продуктивные работники по всему миру. «Умные люди сегодня готовятся к зиме в ожидании новой волны локдаунов и сокращений», говорит Стивен Смит, генеральный директор американской компании L.L. Bean. «Почти каждая страна на планете пострадала от первой волны локдаунов. Особенно страдает ментальное здоровье людей. Только в США около 10 миллионов человек обратились за помощью. Я не буду вдаваться в подробности этого вопроса, поверьте, за такое YouTube точно блокирует видео. Но скажу лишь то, что эта проблема гораздо хуже, чем весь остальной урон для экономики из-за пандемии. Урон, нанесенный психике людей, никогда точно не будет посчитан. За него никто не извинится, и об этом не будет толковых отчетов в мейнстримных медиа. Это еще раз подтверждает, что современное коррумпированное правительство является врагом свободных людей. Оно лишь потребляет все больше наших доходов и ест все больше наших ресурсов, добываемых на нашей земле. Общие федеральные налоги в 2019 году в США составили 3,46 триллионов долларов. И до сих пор в отчетах они пишут о триллионных дефицитах. Из этих цифр и отчетов мы делаем вывод, что на самом деле никакого сокращения траты потребления никогда и не было. И если система и законы, что сегодня работают, останутся прежними, этого не произойдет никогда. 4 октября я опубликовал видео, в котором Роберт Киосаки сказал, что есть три варианта, как пережить долговой кризис в экономике сверхпотребления. Либо мы затягиваем ПСА и производим больше, либо мы переходим в гиперинфляцию, либо нас ждет большая... У нас есть три варианта будущего. Мы затягиваем ПСА и производим больше. Мы переходим в гиперинфляцию, или же мы вступаем в... Ну... Исходя из тех цифр, которые я вам показал, речи о сокращении траты потребления, а-ля затягивания ПСА, не идет вообще. Что же нас ждет? Скорее всего, из двух последних вариантов остается только гиперинфляция. Забавно то, что в этом обычно обвиняют президентов, но на самом деле это совсем не находится под контролем главного лица страны. К примеру, любой президент США, угрожающий временно закрыть правительство, чтобы попытаться заставить Конгресс действовать в соответствии с бюджетными мерами, сразу же позорится и демонизируется средствами массовой информации. Если мы хотим избежать конфликтов и революций, нам, и я сейчас говорю не об отдельной стране, а о человечестве в целом, нужно что-то сделать насчет огромной пропасти между бедными и богатыми. Представьте себе экономику, которая разработана для интересов людей, а не корпораций и их богатых владельцев. Такая экономика уже существует. Если вы внимательно слушали меня, вы могли вынести несколько идей в колонку. Я выделю некоторые из них, но далеко не все. Первое. Коррупцию никак не искоренить из общества, если валюта, которой это общество пользуется, коррумпирована. Второе. Правительство и государство не должно лезть в экономику, либо их вмешательство должно быть минимальным. Третье. Нас ждет большой глобальный конфликт, если проблема контраста между бедными и богатыми не будет решена. Четвертое. Нам нужна экономика, которая ориентирована на интересы людей, а не корпораций. И, наконец, пятое. Современное коррумпированное правительство очень сильно ограничивает наши свободы, поэтому нам нужно что-то, что вернет эти свободы в наши руки. Вы скажете, Ди, это звучит как фантастика. Да, друзья, это звучало как фантастика, пока вы не посмотрели это видео. Я скажу, как это называется. Имя этому. Биткоин. Меня зовут Богатейший Ди. Поставьте лайк для продвижения этого видео. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, шмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»